kkr24 technologies всем привет снова на обзоре бренд biside на этот раз будем смотреть два уникальных мультиметра это ztm0 и m1 качественные тестовые зажимы это зависимости от комплектации поставки достаточно упругий тугой ход надежная сумка для хранения транспортировки в комплект поставки входит вот такое руководство пользователя на английском языке и здесь можете посмотреть основные технические параметры прибора термопара для измерения температуры высококачественные шутку и на 20 ампер достаточно большие тяжелые при желании можно снимать изоляционные наконечники мультиметр достаточно внушительных размеров отличное качество материала и отличное качество изготовления имеется опорная ножка для фиксации на плоскости на вторую модель не будут мить долгой распаковкой тут практически в обоих моделях комплектации одинаковые а вот технические параметры тут немного отличаются плавный и четкий ход режимов переключателя никаких случайных проскальзываний первые отличия это счетчик измерения до 6000 единиц и на черном мультиметре 8000 единиц счетчика измерения второе отличие на черном мультиметре более грамотно реализовано автоматический режим а у этого прибора только в одном положении селектора измеряется все возможное в автоматическом режиме абсолютно одинаковые отсеки для элементов питания который вмещает от 3 батарейки стандарта 2 а оба прибора имеют приятные на ощупь прорезиненные окантовки как видим идеальные углы обзоров противление черный прибор измеряет максимум 80 мега он тогда как второй прибор измеряет максимум 60 мега он измерение начнем с этого резистора на 47 он видим быстрое измерение а тут она еще быстрее попробуем резистор с очень малым сопротивлением ну действительно видит прибор такое низкое сопротивление всего 0,22 ома второй прибор показывает результат еще лучше так как в режиме измерения может закладываться и незначительное сопротивление самих шубов теперь пробуем измерение постоянного напряжения переменное напряжение в обоих приборах измеряется максимум до 750 вольт и 1000 вольт постоянного напряжения по напряжению также черный прибор показывает более точные показания измерения кнопки макс в обоих приборах выполняют роль фиксации максимального значения измерения видим как и положено мультиметра и фиксирует максимальное значение а вот все что будет опускаться ниже приборы соответственно не смогут увидеть для них уже есть другой режим измерения это функция фиксации минимального значения измерения и как и соответствует тут не видит верхнее значение а все что идет ближе приборы фиксирует выставляем точное положение селектора для измерения переменного напряжения и на экране 219 вольт переменного напряжения можно нажать кнопку select и получить значение переменной частоты все то же самое повторяем на втором приборе но тут преимущества очевидны снизу расположена аналоговая шкала и одновременно показывает напряжение битовой сети и наверху видим также частоту все сразу это очень удобно кнопкой hold можем зафиксировать измерение тут точно также теперь положение режимов прозвона достаточно громко и видим как дублируется светодиодом ну неплохо а здесь громкость одинаковая а вот скорость реакции намного выше здесь вместе с прозвоном совмещено и тест диода тут отдельно свой режим в обоих случаях измеряется все достаточно быстро точно также и быстрый тест диода теперь проверяем температуру температура набирается медленно но взвешено потому что термопара имеет большую теплоемкость соответственно и остывать будет дольше все то же самое и тут температура в обеих случаях измеряется от минус 20 до максимум 1000 градусов цельсия теперь пробуем с открытой термопарой и видим какой мгновенный результат на нагрев и в том числе остывали хотя эти мультиметры работают и со встроенного термодатчика в этом положении измерения приборы работают на режиме тестирования аккумуляторов батареек есть три параметра полтора девять и двенадцать вольт для соответствующих аккумуляторов но для этого надо обязательно переставить щупы и как видим этот элемент питания уже отработал свой ресурс видим какое падение напряжения и как опустился ток нагрузки 5 6 миллиампер тестируем новую батарейку а тут уже как положено полноценных 9 вольт и смотрим ток нагрузки тут почти 10 миллиампер в режиме измерения емкости конденсаторов будем смотреть вот такой конденсатор измеряет достаточно быстро и достаточно точно а тут измеряет еще точнее пробуем второй конденсатор и как видим все достаточно быстро далее идет конденсатор меньшего размера это уже нанофарады ну и хочется отметить отличную скорость измерения вроде как нигде не указано про режиме измерения в пика фарадах оба прибора могут прекрасно измерять такие маленькие емкости а вот в этом положении мультиметр генерирует на шубах сигнал с частотой 50 герц для тестирования аппаратуры хотя для аудио усилителей было бы конечно лучше чтобы она создавала частоту 1000 герц в режиме коммутации малых токов микроамперов в черном приборе максимум до 800 микроампер измерения тока и на другом максимум до 600 микроампер в режиме измерения били амперов у черного максимум коммутация до 800 миллиампер и максимум 600 миллиампер у второго прибора а коммутация высоких токов в обоих приборов максимум до 20 ампер нсв есть в обоих случаях это так называемый тест скрытой проводки обнаружение электрического поля в этой модели для тестирования нужно просто удерживать кнопку нсв в зависимости от степени излучения меняется интенсивность свето звукового оповещения также более размеренное обнаружение и на черном приборе теперь попробуем из какого напряжения приборы будут стартовать это особенно важно для тех кто будет использовать качестве элементов питания аккумуляторные батарейки для нормального питания от 3 батареек 1,5 вольт в сумме нужно четыре с половиной вольта и как видим 3 вольта и прибор уже нормально работает хотя видим значок низкого заряда значит спокойно потянет аккумуляторные батарейки прошу обратить внимание для такого крупного прибора с таким большим дисплеем и какой низкий ток потребления а с включением подсветки смотрим все равно очень низкий хороший показатель и теперь проверяем потребляет ли прибор выключенном состоянии ток видим все нули попробуем в микроамперах и тут тоже все нули теперь пробуем запустить и второй прибор и удивительно он тоже запускается с 3 вольтов хотя тут мы можем наблюдать очень низкую яркость свечения дисплея этот экран конечно он очень красивый и сравнится с монохромным дисплеем а вот ток потребления тут почти в 6 раз больше но экран она того стоит очень красивые тоже проверяем потребляет ли прибор выключенном состоянии ток и тут тоже все отлично все нули значок в виде таймера это автоотключение то есть при бездействии с прибором он спустя определенное время выключается чтобы его убрать нажимаем кнопку select включаем прибор и таймер исчезает теперь приборы могут работать без выключения бесконечно вплоть до обустощения элементов питания теперь смотрим как работает функция рел к примеру имеется температура 20 градусов цельсия нажимаем кнопку и обнуляем результат и все последующие измерения можно проводить относительно нуля то есть плюс или минус это очень удобно при подборе температуры при подборе резисторов конденсаторов сопротивления и так далее фонарики тоже одинаковые светят неплохо подводя итоги скажу что черный прибор останется в нашем постоянном пользовании так как нам она больше всего понравилось и большое потребление тока не проблема потому что спокойно можно купить литиевые аккумуляторы их тут три штуки и тем более стандарта 2 а потому что имеется большая емкость и хватит на долгое время даже при активном пользовании остались вопросы пишите комментарии поддержите развитие канала лайка не забудьте подписаться спасибо всем за просмотр пока пока